Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео мы поговорим о результатах, полученных роботом Гамильтон на счетах наших партнеров. Как о хороших результатах, так и о слитых счетах. На сегодняшнем рынке инвестиций огромное количество разных вариантов предложений. Но думаю, что не открою вам Америки, если скажу, что подавляющее большинство инвестиционных возможностей, которые на рынке присутствуют, являются завуалированными финансовыми пирамидами, которые только на словах утверждают, что якобы деньги инвесторов где-то работают, а фактически идет перераспределение средств по схеме финансовой пирамиды. Первые зарабатывают за счет последующих. Как же сделать так, чтобы ваши деньги действительно работали на финансовых рынках? Как убедиться в том, что ваши деньги работают? Ну, один из способов, тот, который вы видите сейчас на экране. За моей спиной вы видите известную платформу MetaTrader 4 или MD4, как его еще называют. То есть это платформа, которой пользуются профессиональные трейдеры на рынке Forex. Я сразу про себя скажу, что я не трейдер и не собираюсь им становиться. Все-таки мне нравится идея именно пассивного дохода, когда не нужно целыми часами и днями сидеть за компьютером. И, собственно, трейдинг ведется автоматизированной системой роботом Гамильтон. Вы сейчас здесь видите, например, графики евро-доллар или доллар и иена. В истории счета можно посмотреть буквально все торговые операции, которые совершал Гамильтон на данном счету. Причем можно увидеть все детали и с какой валютной парой происходила сделка, объем сделки, покупка или продажа и какой результат в итоге данная сделка принесла. Либо прибыль, либо убыток. Как видите, убыточные операции тоже бывают. Минус 4 доллара, минус доллар 57. Но бывают достаточно много и прибыльных операций. А сейчас давайте посмотрим общий итог на моем счете. При первоначальном депозите 454 доллара прибыль составила 359 долларов 94 цента или 79,22 процента. На этом счете первоначальный депозит составлял 501 доллар. И в итоге была получена прибыль 626 долларов 46 центов, что составляет 125 процентов прибыли. На этом счете при первоначальном депозите 500 долларов была получена прибыль 66 долларов 48 центов, что в итоге составляет 13,3 процента. Причем владелец счета еще 116 долларов вывел. Если мы посмотрим историю данного счета, то видим, что больше месяца прибыль на счете росла достаточно стабильно. Уверенно шла вверх. И вот на этой неделе, как видим, достаточно резко произошло падение. Счет, тем не менее, находится в плюсе, небольшом, но плюсе, на 500 долларов вложенных 66 долларов прибыли. На этом счете при первоначальном депозите 705 долларов была получена прибыль 316 долларов 93 цента, что составляет 44,93 процента. На этом счете при депозите 750 долларов была получена прибыль 268 долларов, что составляет 35,77 процента. Если свести вышеперечисленные результаты в таблицу и учесть суммарную прибыль, полученную на счете, а также количество торговых дней, если мы разделим прибыль на количество дней, то получим среднюю прибыль за торговый день. То можно отметить, что минимальная прибыль на счете составила 0,39 процента в день, максимальная примерно 3,1 процента в день, что, конечно, неплохой результат. И теперь поговорим о сливе счетов. В одном из чатов партнер задал такой вопрос. Есть вопрос. Из моей маленькой команды у двоих был слив трех счетов по 500 долларов. Осталось по 100-120 долларов. Есть какие-то рекомендации, как дальше им торговать. Вариант доливать исключается полностью, потому что и первоначальные вложения были заемными. Конечно, нужно всегда помнить, что любая работа с инвестициями относится к категории высокого риска. Поэтому лучше избегать использовать кредитные или заемные средства. Ну и второй момент. Не нужно воспринимать робота как какую-то волшебную пилюлю, как какую-то гарантию. Напоминаю, что компания предлагает двух роботов. Бенджамин и Гамильтон. Бенджамин создан для более крупных сумм от 3000 долларов и выше. И, как объясняет создатель робота, представляет собой искусственный интеллект. Полноценный искусственный интеллект. И за 8 месяцев тестирования, как утверждается, он ни разу не уходил в минус или в просадку. А робот Гамильтон, вот он создан для работы с небольшими депозитами от 500 долларов. Но здесь есть свои нюансы. Во-первых, за этим роботом нужен контроль. В частности, например, когда публикуются какие-то важные новости, которые происходят на рынке, то робота иногда рекомендуется отключать или менять его настройки. И это иногда создает проблему, потому что, допустим, когда происходит новость, человек может быть, он может спать из-за разницы во времени, он может быть в дороге, и у него нет возможности быстро, например, подскочить и выключить робота и так далее. То есть иногда это просто технически невозможно. Поэтому сразу хочется сказать, что тем, кто привык, например, инвестировать в какие-то проекты или компании в доверительное управление, обычно это происходит так, что мы инвестировали деньги в какую-то компанию, они у нас в кабинете и с нашими деньгами там уже как-то работают. То с роботом так не получится. Именно за роботом надо следить. Надо, соответственно, иногда менять его настройки и в случае публикации каких-то важных новостей вовремя его отключать. Если новости, влияющие на рынок, очень значительны, то действительно может произойти резкое изменение курса какой-то валюты, и робот может уйти в просадку. Как я сказал в начале, обычно доверительное управление выглядит следующим образом. Мы передаем наши деньги в инвестиционную компанию, и компания уже с нашими деньгами работает. В случае с роботом деньги остаются под нашим контролем. Мы имеем полную прозрачность буквально каждой сделки, но и ответственность уже лежит на нас. Если подытожить вышесказанное, то могу сказать, что в целом я и мои партнеры работой Гамильтона довольны, потому что он работает в плюс. Какого-то значительного слива счетов в моей команде я не наблюдаю. Но в чатах я вижу сообщения от партнеров из других команд, у которых получилась немаленькая просадка. От работы Гамильтона возможно что-то неправильно было с настройками, возможно они не успели предпринять необходимые изменения, когда были новости и так далее. Ну, в общем, к этим моментам нужно относиться серьезно и быть к ним готовыми. По ценовой политике. Первоначальный платеж за робота составляет 199 долларов и в дальнейшем 145 долларов ежемесячно. Кто-то может сказать, что это слишком дорого. Ну, если, например, депозит 500 долларов принесет нам в месяц 50% прибыли, то есть 250 долларов, то абонентская плата уже будет окупаться. При этом, согласно маркетингу компании, если пригласить трех клиентов, то есть людей, которые также будут пользоваться данным роботом, то вы уже ежемесячный платеж 145 долларов не платите. То есть, по сути, робот вам обходится бесплатно. Можно получить также дополнительные лицензии, вторую и третью. Они будут стоить дополнительно уже 70 долларов в месяц. Некоторые берут сразу три лицензии. Это 145, 70 и 70. Итого 285 долларов в месяц абонентской платы. И если, например, в этом случае они берут три Гамильтона. Три Гамильтона работают с полутора тысячами долларов. И 50% от полутора тысяч долларов, к примеру, это примерно 750 долларов. Что, в принципе, должно хватить для оплаты абонентской платы. В следующих видео я продолжу публиковать отчет по работе робота Гамильтон. Поэтому, если вам эта тема интересна, следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.